В преддверии Дня Космонавтики, 12 апреля, когда якобы Юрий Алексеевич Гагарин слетал в космос и открыл дорогу в это новое для людей пространство, я открываю повтор самых интересных фильмов, которые были опубликованы на моем канале и которые рассказывают о космосе с новой неожиданной стороны. Сам я по образованию инженер-конструктор ракетных двигателей, поэтому космос мы изучали, что называется изнутри. Нас учили конструировать летательные аппараты, мы должны были чувствовать так же, как чувствуем свое тело, и мы должны были создавать такие машины, которые летали в реальных условиях и выполняли реальные боевые задачи. Основным видом ракет, которые мы строили, были действительно реальные ракеты, которые стоят и сегодня на вооружении российской армии. А вот то, что касается космических исследований, тут, после моего доверия во времена обучения в институте, сегодня мое мнение о космосе резко изменилось. Я считаю, что пришел опыт, пришло более фундаментальное понимание физики. Я издал несколько монографий, в том числе монографию о периодической системе элементарных частиц, монографию о структуре вакуума. Сделал очень много докладов в самых серьезных организациях России и мира, в том числе и на ускорителях элементарных частиц, в том числе и в институтах, которые исследуют внутриядерные процессы. После всего этого физика стала мне более близка, более понятна. И я стал задавать себе вопросы, которые мне же стали неудобными. И эти вопросы я поднимаю для вас в своих видео. Вы смотрите их, раздумывайте, размышляйте над поставленными вопросами, и может быть кто-то когда-то найдет на них свой ответ. Но уже сегодня стало ясно, что Земля у нас далеко не сферическая, что космос как таковой не существует, что космонавты летают непонятно куда, если они вообще летают, а не плавают в бассейнах. И вся эта эпопея с околоземным пространством, дальше полетов самолета, остается непонятной и все более и более скатывается в область фальсификации. Смотрим фильм, пытаемся понять поставленный в нем вопрос и пытаемся найти на него ответ. Хочу отметить один интересный юбилей. Сегодня вспомнился 28 месяцев с того дня, когда я впервые обратил внимание, что Луна освещена неправильно. В дате юбилея нет никакой магии, просто лунный месяц равен 28 дням. Мне показалось это интересно. А вот в освещении Луны действительно есть огромные странности, даже больше. Своей освещенной стороной Луна нарушает все законы распространения света, а также ломает ту стройную модель, которую построили астрономы. Построили для нас. Сами они, возможно, пользуются иной моделью. Думаю, что тут заговором попахивает. Но прежде сделаю большой келок всезнайка, который думает, что Луна уже давно изучена и что туда слетали американцы. Подробно этот вопрос я осветил в своем бестселлере «Кувырок Луны». А здесь сошлюсь на недавнее выступление советника президента США по науке. Он, действующий профессор Ельцкого университета и действующий советник президента США по науке, заявил, что идея полета на Марс столь же смехотворна, как и администрация Обамы. Но оставим политику. А главное, что Дэвид Герлинтер, так зовут советника, добавил, что миссия Аполлон является самым большим мошенничеством в истории человечества. И еще большей глупостью, чем концепция глобального потепления. Вот такие лунные пироги. Так что зомбируемым школьникам со стабальными ЕГЭМ надо выключать свой зубреж. Физику и астрономию нужно знать, понимать их в суд. Даже если все 7 миллиардов землян будут верить, что человек летал на Луну, прав будет тот, кто знает, почему это невозможно. Но возвращаемся к загадке лунного освещения. 29 апреля 2015 года вышла моя первая статья «Загадки привычного мира. Что не так с нашей Луной?» Она была опубликована в газете «Президент». В ней я впервые описал это странное явление, то есть сделал открытие. Суть его такова. Направление падения света на Луну не совпадает с положением Солнца. Говоря проще, свет от Солнца не освещает Луну. 28 апреля 2015 года я решил пройтись в районе Павелецкого вокзала в Москве. Проходя по Жукову проезду, я обратил внимание на Луну. И увиденное просто поразило меня. Я двигался в восточном направлении. Луна была прямо передо мной, чуть правее, то есть почти на востоке. Время 17 часов по Москве. Прямо по курсу передо мной в совершенно чистом голубом небе висела Луна. Примерно в 35 градусах над горизонтом. Она была освещена с верхней части. Конечная часть Луны была в тени. Освещенная часть вдавалась в неосвещенную привычной выпуклостью. Но проблема происходящего состояла в том, что Солнце на тот момент находилось у меня за спиной, то есть на северо-западе, располагаясь на 10-12 градусах над горизонтом. И Солнце приспокойненько светило на эту же самую Луну. Вот схема моего маршрута и расположения объектов. На карте района Москвы показан мой путь, а также направление на север, на Луну и на Солнце. Изображение Луны дано во вреде, дано так, как если бы вы на него смотрели, двигаясь по моему пути. Совершенно непонятно, почему Луна висела вверх тормашками. Почему была освещена верхняя часть Луны? Если считать, что Луна все же освещается Солнцем и вспомнить законы отражения, то для того, чтобы получить такую картину, Луна должна быть вогнутой, а не выпуклой. Только если Луна вогнута, ее верхняя половина будет отражать свет от Солнца, которое находится ниже самой Луны. Считается, что Луна должна быть освещена Солнцем вот так. Это значит, что освещенная часть Луны всегда смотрит на Солнце, так, как на этой фотографии. Здесь направление на Солнце можно понять по теням от деревьев. Вот другое фото. Здесь место расположения Солнца можно понять по теням на самом самолете. На обеих фотографиях Луна смотрит на Солнце и этим подтверждает общепринятую концепцию. Однако зафиксированный мной случай выбивается из этой концепции. Луна не смотрела на Солнце. Жаль, что тогда я не сделал фотографий. Но прошло некоторое время, и такие фотки у меня появились. Оказалось, что такое поведение Луны вовсе не редкость. 13 мая 2016 года я сделал фотографии из окна дома, находящегося на улице Лусиновской в Москве. Фотографии сделаны в 19.00 по Москве и совмещены, а также выровнены по линии горизонта. На совместной фотографии Солнце располагается на западе, Луна на юге. Как вы видите, Солнце снова оказалось ниже Луны. А у Луны, тем не менее, освещена почему-то верхняя ее часть. Чтобы все было предельно понятным, добавлю фотографию глобуса, сделанную в момент той же самой фотосессии. Глобус символизирует Луну, освещаемую тем же самым Солнцем, находящимся в том же самом месте. И этот глобус смотрит на освещающее его Солнце. Это видно по греку на нем. А Луна, увеличенная данная в обрезке, не смотрит на то же самое Солнце. Серп Луны освещен сверху, а Солнце находится снизу. Вот еще серии фотографий, сделанных 12 мая 2016 года из окон здания на Новом Арбате, 19-17 этажа. Фото слева сделано на юг, в 16-53 по Москве. На нем Луна, освещенная стороной, кверху. Фото справа сделано на запад, в 16-54, то есть через одну минуту. На этой фотографии Солнце. Фото выровнено по линии горизонта. И на этих фотографиях тоже видно, что Солнце висит над горизонтом, под углом в два раза меньше, чем угол, под которым висит над горизонтом Луна. Однако серп Луны выгнут не вниз, то есть не в сторону Солнца, а вверх, то есть не в сторону Солнца. И вот, наконец, видео, снятое 1 августа 2017 года, в 19.45 по Москве. Луна находится высоко над горизонтом, точно на юге, и серп Луны смотрит вверх. Солнце находится за горизонтом, в направлении с северо-восток-восток. Снова солнечно-лунная геометрия не вытанцовывается. Луна не хочет смотреть на Солнце, которое ее якобы освещает. Что интересно, за время, прошедшее с момента публикации этих материалов, так никто и не смог объяснить открытый мной феномен. К настоящему времени появилось аналогичное видео, которое тоже фиксирует такое поведение Луны, но ответа тоже не дает. Можно было бы списать это поведение Луны на перспективу, но здесь это не прокатывает. Честно признаюсь, я не знаю ответа, почему так ведет себя Луна. Может быть, проблема не в Луне, а в том, что модель так называемой Солнечной системы неправильная. Судите сами, ее придумали 500 лет назад, а мы все еще ее зубрим в наших школах. Зубрим? А Луна не хочет следовать за Зубрину. В своей книге Кумырок Луны я дал реальное описание Луны. Она вовсе и камень, летающий в небе.